Импровизированное чудо женщины-врача Межерей. Внушение в болезнях нервной системы есть могущественный помощник. В других болезненных явлениях можно ли сказать, что оно является терапевтическим средством? Несколько времени тому назад я была приглашена в замок Б. Больная хозяйка желала воспользоваться моими советами. Явление овароутерийное удерживало ее немощной в длинном кресле уже несколько месяцев. Явление настолько характерное симптомами, что первый осмотр мог пролить свет. В органических повреждениях нервный элемент, казалось, не принимал никакого второстепенного и последовательного участия. Я была приглашена ухаживать за госпожой Б. И должна признаться к моему стыду, что мои труды и усилия были недейственными. Лечение общее, частное и хирургическое вовсе не удавалось, повергая мой ум в мучения. В мозгу больной царствовала идея Фикс, что только святая Дева может принести ей пользу, и что, путешествуя в Лурд, могло бы ее исцелить, удержав в глубине купели все ее болезни. И что хуже всего, она убедила себя, что если эта мысль не осуществится, то ее конец настанет в скором времени. Что касается меня, я точно оценила силу доводов в моей больной. Мы, люди науки, обязаны ничего не предоставлять воображению и считаемся только с фактами. Мы не имеем права судить мистиков, мы можем положиться только на опытность, но преклоняемся перед свободной волей. И мое желание этого выздоровления было велико, тем более, что каждый день приносил упадок сил, и острая анимея должна была скоро охватить больную. На семейном совете, собранном вокруг нее, мы решили, что госпожа Бе отправится в Лурд, но позволят ли ей ее силы? Повторяющиеся обмороки производили сильное впечатление на окружающих, и каждый страшился такого долгого и утомительного путешествия. Тогда мне в голову пришла трудновыполнимая мысль отправить больную в Лурд в воображение. Такое путешествие было бы спокойно во всех отношениях, и для этого я пригласил участвовать семейство, которое, будучи немного набожным, конечно, изумилось, но время торопило, госпожа Бе ослабевала на глазах, уничтожаясь самовнушением, и оно прекратилось не без труда благодаря моему успеху. Замок Бе был великолепен. Парк распланирован с замечательным искусством. Громадные леса, которые его окружают, красивое местоположение, все это делает указанное жилище каким-то чудом, и воображение может хорошо разыграться в этих восхитительных местах. Согласно моим указаниям, устроили искусственный грот под бассейном, уже вырытым, под сводом земли, белые открытые аллеи в виде речных излучин приводили к нему. С помощью полсотни молодых девушек из деревни и окрестностей, соответственно, одетых и поющих набожные гимны, была организована процессия к алтарю из цветов и листвы. Иллюзия святого места была достигнута, когда 6 апреля мы закончили замышленный опыт. Со своей стороны, я начала внушение больной в состоянии бодрствования. Не без труда и не без настоящей работы я достигла следующего состояния. Больная под властью моего взгляда слушала, как бы жужжание мой голос, который ей повторял, что она была в лурде, что ее постигнет божественная милость. Убаюканная монотонностью моего убеждения, она поднялась совершенно прямо и направилась к купеле, читайте, к бассейну. В состоянии галлюцинации, с неподвижным взором и погрузившись в бассейн, три раза воскликнула «Благодарю, моя святая мать, вы меня исцелили!» И мы едва успели подхватить ее на руки, так как она упала в обморок. Возвращенная на свое длинное кресло, она скоро пришла в себя и объявила себя совершенно здоровой. Она чувствовала в своем ослабленном теле циркуляцию новых сил, захотела удовлетворить свой ненасытный аппетит, и, присутствуя на обеде, где каждый гость был весел, она явно была счастливой. Когда на следующий день я возвратилась к «Б», я разбудила больную, которая, хотя гипноза не было, видела небесное зрелище почти в течение двадцати четырех часов, и еще галлюцинируя, рассказала мне, что была в Лурде, где ее исцелила святая дева. Я снова внимательно исследовала больные органы и могу удостоверить, что все возвратилось к нормальному состоянию, прилив крови, неоплазма или то, что казалось таковой, и даже показавшиеся эпителиальные повреждения исчезли. Результат превзошел мои ожидания. С этого дня мадам Б чувствовала себя очень хорошо, ее силы восстановились, насколько они могут восстанавливаться в тридцать лет, и больная изо дня в день возвращалась к нормальному состоянию. Я не отправилась в Лурд. Я смиренно признаю, что не могла еще тогда совершить это путешествие. Я предложила этот случай для большего подкрепления той истины, что в нас бьется сила, которая принадлежит прямо нам самим, и в принадлежности которой мы убеждаем других. Это самовнушение, потому что только так ее можно назвать здесь. Как механика, электричество или всякая другая сила, она существует, и ее законы, неизвестные или малоизвестные, проявляются в фактах, которые должны быть хорошо установлены. Мы знаем, что тайное убеждение в какой-нибудь вещи, состоянии, действии действует на неизвестные наши мозговые волокна. На какие, правду говоря, мы знаем мало. Воля, смущение привлекают случайные тельца, мозговые волокна, но наши замечания об этих феноменах остаются в новейшей науке в зародышевом состоянии. Вера в философском смысле слова – это сила первого порядка, совершенно нам неизвестная. Как и какими психологическими процессами она захватывает наш мозг, для нас тайна. Но эта сила существует. Она содержится, может быть, между флюидом, сочинителем и внушением новейшей школы, которая, говоря, между прочим, объявляет себя физиологической, материально возникшей, и которая объявляет высказанное нами мнение ультрамистическими. В самом деле идея, которая посредством слова или убеждения, без всякого физического агента, флюид, магнетизм, магнит и так далее, переходит в мозгу в другую, кажется нам доходящей почти до сверхъестественного. Это внушающая сила, это название может быть употреблено во всех случаях и во всех формах ее проявлений, еще скрыто. Ученики еще не могут ее изучать, и достаточно анализировать. И только гений нашего чтимого учителя Шарко предвидел ее, не будучи в состоянии объяснить в те времена. Сила первого порядка, вера, будет нам могущественной помощью, когда мы сможем сознательно ею управлять. Доктор Денезерей, Париж, 22 апреля 1995 года.